Всем привет! Вы на канале Семья Фетистовых. Меня зовут Мария. Сегодня поговорим про партнерские роды. Пока малыш спит, я стараюсь переделать все домашние дела, какие можно успеть. Поэтому буду вещать с Иваном Александровичем. Надеюсь у нас это получится. С Ваней партнерские роды у нас были не первые. Ваня у нас третий ребенок. Первые роды у нас тоже проходили вместе. Изначально ходили мы на курсы, на курсы по подготовке к родам и к партнерским родам в том числе. Курсы были бесплатные. На тот момент мы жили в городе в Бийске и при роддоме вели бесплатные курсы. Лично нам, мне как бы они пригодились. Совсем не жалею, что мы туда ходили. И та информация, которая была там дана, в общем, была не лишней. Поэтому приспроситесь при своих роддомах, есть ли у вас такая возможность походить на курсы. Возможно тоже у вас такие курсы проводятся. Потому что сейчас я слышала, что это очень дорого. Частные курсы, которые проводятся и 7000 и дороже. Вполне возможно, что нужно не заплатить ни копейки и получить полезную информацию. Вообще в России, ну по крайней мере в нашем окружении, кому мы говорили, о желании рожать вместе, отношения, непринятие, непонятие, для чего это нужно. Что вообще такое партнерские роды? Партнерские роды это могут быть не только роды с мужем, могут быть роды с мамой или подругой, в общем, с человеком, который будет вас морально и физически поддерживать во время родов. Роды это не только потужной период. Роды это начало, как начинаются схватки и уже до момента самого появления ребенка. И в этот весь период роженице необходима поддержка. И партнера, чаще всего мужа, берут на роды не для того, чтобы, как многие женщины думают, вот он посмотрит, как я мучаюсь и будет любить меня больше. Берется муж не для этого, для того, чтобы помогал морально, для того, чтобы делал массаж поясницы, для того, чтобы в самом родзале смотрел и контролировал, что вокруг происходит, потому что вы не совсем в адекватном состоянии находитесь контролировать все, что происходит вокруг, как относятся к вам врачи. Для этого берется партнер в роды. Роды с мамой, как по мне, это не совсем удачная затея, потому что все-таки маме тяжело смотреть, как мучается ее дочь. И конкретно для меня это было бы некомфортно. Все-таки ребенка делаем вместе с мужем. И процесс появления тоже, процесс родов, все-таки надо провести вместе. Хотя и, конечно, я не отрицаю, есть удачный опыт партнерских родов с мамой или с лучшей подругой. Для того, чтобы муж присутствовал на родах, достаточно справки от фетизиатра и в некоторых роддомах еще анализ на стафилокок, насколько мне известно. Лучше узнавать заранее. И чистая одежда, то есть шлепки, хб, штаны, футболка, там сверху еще дадут вам халат и шапочку. Но тоже посранее лучше обсудить, чтобы не было потом каких-то непоняток. В первый раз мы не договаривались с роддомом, так как по идее, по закону, если имеются справки, все необходимое, то есть одежда с собой, мужа не имеют права не пустить народы в роддом. Единственное, есть не один нюанс, что если в роддоме нет отдельной, в данный момент, когда начались у вас роды, нет отдельного родзала и, например, родзал на две роженицы, вот, и с вами одновременно будет находиться в родзале еще вторая роженица, мужа вашего не пустят. И так что лучше договориться заранее, если даже надо заплатить, потому что просто могут сделать так, что обязательно не будет родзал на одну роженицу и будет родзал на две роженицы, и вторая обязательно найдется, просто специально, без вредности. Поэтому лучше договариваться заранее. Первый раз мы не договаривались и вроде как нас подставили перед фактом, что вот еще вторая роженица рожает, она против, естественно, присутствия моего мужа на родах. Завели меня в родзал без мужа, вела я себя совершенно адекватно, не кричала. Уже приехал ему в родзал с открытием, наверное, 8 сантиметров, то есть уже чуть-чуть, и потужной период уже начнется. И акушер очень грубо со мной разговаривала, задавала глупые вопросы, например, какое у меня образование и сколько мне лет и все остальное, хотя в карточке это все было. Когда меня принимали, меня еще спросили это все, и спрашивала именно тогда, когда у меня начиналась схватка, то есть я не могла отвечать, и кричала на меня, почему вы не отвечаете. И все-таки в итоге мужа потом пустили, он настоял. И когда муж появился в родзале, она совершенно по-другому стала с нами разговаривать. Поэтому это такой немаловажный фактор, чтобы муж присутствовал все-таки на родах. Вторые роды у нас, у меня муж на роды не успел приехать. Я надо было ему позвонить уже, сказать, чтобы выезжал, когда только первые позывы начались. Я уже позвонила, когда прям начались активные схватки, и в общем он выехал, я потом позвонила, я говорю, уже едь обратно, ты не успеешь приехать. Третий раз мы уже подошли более серьезно. Первые двое родов рожали мы в Заринске, там небольшой роддом. Третий род мы рожали в Бийске, там, ну, как считается, спирентальный центр. По идее, там надо было пройти, ну, прослушать, как бы, лекцию по партнерским родам. Принимают там, проводят там лекции, по-моему, ну, на данный момент по четвергам. И как-то мы так попали, мы уже, уже на 38-ю неделю, то есть, собирались приехать в четверг. А нам сказали, либо в четверг бесплатная лекция, либо в пятницу платно, там, в другом месте. В четверг у нас не получилось, приехали, приехал муж в город в пятницу, и этой женщины, которая ведет лекцию тоже. Ее не было на месте, в общем, лекцию провести, пройти у нас не получилось. Ладно. Прождала я до 39-й недели, насколько я помню. Приехали в четверг, у них была там какая-то комиссия. Я говорю, ну, вы, пожалуйста, уже давайте заключим договор, мы уже рожаем вместе не первый раз, знаем все. И ждать у нас уже нет времени, потому что я уже в любой момент могу родить. Позвонили замзаведующей, в общем, она как-то так грубовато с нами поговорила. В итоге мы настояли, что на следующий день сама заведующая роддома нас приняла утром. Потому что муж не живет в городе, каждый раз мотаться там и выискивать, когда у них там будет время, нас принять тоже не было возможности. И, в общем, заведующая сама очень приятная женщина. Мы поговорили, оплатили всего лишь 1600, насколько я помню. То есть там как добровольное пожертвование. Написала она нам на карточке, что партнерские роды. И все. Дождались мы часа Х, схватки я пережидаю дома. Когда чувствую, что уже пора ехать, собираемся и едем. И в этот раз уже мы ехали, я как-то более психологически была спокойна, что все-таки же отметка есть. И вот этих всех споров по тому, что пусть это мужа народа или нет, уже у меня переживаний этих не было. Но так и получилось, что, получается, завезли на кушетке меня в родзал. И через несколько минут уже зашел муж. То есть он переоделся, ему дали халат, шапочку одноразовую. И все. Я не знаю, конечно, зависело это от того, что партнерские роды у нас были или нет. Потому что в этом роддоме я не рожала. Но весь персонал, и акушеры, и медсестры были очень вежливы, приветливы. Роды прошли замечательно. Оставили нас потом после родов на 2 часа в родзале вместе с мужем и ребенком. Ребенка положили на грудь. И 2 часа мы находились вместе. Еще что важно. Когда малыш родился, для нас было важно, чтобы пуповина отпульсировала. Это его кровь. Она должна была перейти к ребенку от плаценты. Для того, чтобы не было потом проблем с малокровием, с потерей веса и всего остального. Я была в таком состоянии, что ребенка мне положили. Конечно, несказанная радость смотрю на ребенка. И про это я уже забыла. То есть для меня это было важно, но это я уже контролировать не могла. Они уже подошли вроде как отрезать пуповину. Муж попросил, чтобы подождали. Давайте подождем. Правда, так как бы ответили, что вроде как вы что, акушер? Муж сказал, что я не акушер, а я ветеринар. Шуткой. Но все же спорить с ним не стали. Подождали, чтобы пуповина отпульсировала. И потом уже обрезали. Ага. В общем, все прошло так, как мы хотели. Единственное, я еще думала о том, что можно было бы забрать плаценту. Но это уже потом пришли мысли. Есть такая возможность, что делают из плаценты порошок и помещают в ампулу. И потом мама может принимать как поливитамины. То есть не зря же животные съедают после родов плаценту. Потому что там много всего, что нужно матери. То есть это все ваше. Но это уже мысли были потом. Сейчас уже поздно. Вообще, если кому интересно, поизучайте эту информацию. Те роженицы, кто говорит, что муж мне на родах ни в коем случае не нужен. Или он ко мне потом будет по-другому относиться, потому что увидит меня в неприглядном виде. Или еще что-то. Ну, конечно, во-первых, однозначно желание мужа должно быть. Если он не хочет, если он боится крови или психологически неуравновешенной, то есть, конечно, конечно, не надо. А если у самого мужа есть желание, если у него с психикой все в порядке и с вашими отношениями тоже все отлично, муж однозначно будет вам помощником и вы не пожалеете об этом. И ни в коем случае никак не отразится это на последующих отношениях, как мужа и жены. Ваши отношения будут только лучше, вы станете только ближе друг к другу. И дети тоже будут для мужа роднее и ближе. Каждый сам, конечно, для себя принимает решение, что для него лучше. Но я не есть чем сравнить и однозначно с мужем я в процессе родов чувствую себя намного увереннее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok